Только вместе и только вперед! Этот форум – отличная площадка для развития их политической грамотности. Сегодня организация объединяет молодых людей, которые желают участвовать в построении общества социальной справедливости и прогресса, чтобы оставить свой яркий след в истории. Для нас сегодня действительно праздник, потому что мы с вами перезагружаем деятельность нашей организации. Я уверен, что сюда мы приехали учиться политике, ответственной белорусской политике. Она у нас отличается от политики новой и других государств, потому что она основана на социальной справедливости и на конкретных делах. Среди гостей общественно-культурного центра – рабочая и студенческая молодежь, которая умеет взвешивать и анализировать, сохранять и созидать, своими действиями и поступками влиять на развитие родной Беларуси. По сути, общественное объединение ЛКМ – молодежное крыло Компартии. Оно готовит ребят к реальной политике. И это уже традиция – приглашать к разговору знаковых личностей страны. Вопросов всегда у молодежи очень много. И мы единственное запрашиваем, кого они хотели видеть. Нам никогда никто не отказал. И руководители органов государственного управления, это и депутатский корпус, это ученые, культуроведы, историки. То есть, когда проходит живое общение и неподготовленное, молодежи это очень нравится. Они задают различные, даже нестандартные вопросы. И мы стараемся дать на них ответы. И никто не отменял еще такую работу с молодежью, как наставничество. То есть, личным примером мы должны тоже показывать, как нужно действовать в интересах нашей родной Беларуси. В молодежной среде формат дискуссий всегда востребован. Встречи с выдающимися белорусскими политиками неизменно вызывают живой интерес аудитории. Ведь каждый из присутствующих в зале может высказать свою гражданскую позицию, задать спикеру волнующий вопрос и тут же получить ответ. Что бы я не могла сделать, чтобы вы бы проходили более организованно, более четко? Что бы я не могла сделать так, чтобы вы пришли на эти выборы? Чтобы они не отдавали голоса и управлялись на гражданскую позицию, касающиеся именно выборов всех. Не имею значения президента и депутатского корпуса. Как вы считаете, в чем основная сила юнистического движения? И в чем народе достатки? Доверительное общение с председателем Центризбиркома Игорем Карпенко длилось около двух часов. Молодежь интересует особенности проведения электоральных кампаний в республике. Вопросы совершенствования избирательного законодательства и повышения правовой культуры в области избирательного права. Аспекты уважительного отношения к своим историческим корням. Человек должен не просто знать свою историю. Он должен понимать те процессы общественно-политические, которые происходят как внутри страны, так и за ее пределами. Только такой человек может адекватно оценивать любую ситуацию и делать, соответственно, осознанный выбор, проводя электоральные кампании, либо участвуя в общественной жизни. Нужно двигаться вперед эволюционным путем. Обсудили самые актуальные вопросы. Это то, как двигаться общественным и политическим партиям, какие современные тенденции. В то же время затронули вопросы исторические. То, что сегодня пытаются фальсифицировать. Политика переписывания истории недопустима. На этом твердо стоит общественное объединение. Наследники поколения победителей должны знать всю правду о геноциде белорусского народа. Бережно хранить нравственные ценности. Свято чтить память о народных героях. Тогда никто и никогда не сможет навязать сомнительные идеалы. Идет столкновение цивилизации, столкновение подходов. И в этой ситуации нам просто нужно объединяться. К сожалению, мы сейчас видим, что путем огромных и финансовых усилий удалось разобщить славян. Направляя все усилия на строительство нашей страны, нашего государства, можно, в общем-то, двигаться дальше. Уверен, что у нас все получится. Наша сила в нашем единстве много раз подчеркивают участники первого в истории объединения Патриотического форума. Несмотря на рьяные попытки переписать многие страницы военного прошлого, историческую справедливость важно сохранить. Наша молодежь сейчас живет, по сути, в период гибридной войны, когда пытаются переписать историю на свой лад. Западные и недружественные страны, которые хотят ввести назад политику геноцида белорусского народа, чтобы развалить вообще нашу страну. Им выгодно, чтобы просто наш народ стал рабочей силой, чтобы их просто забирали за границу, и они работали за копейки. Тем самым они просто и пытаются вот это сейчас нам навязать. Как создаются национальные ориентиры? Кто он истинный патриот своей страны? Какой будет деятельность организации в ближайшей перспективе? Что будет сделано для сохранения национального достояния и популяризации тем, связанных с нашей историей? Что дает импульс для развития региональных отделений Лиги коммунистической молодежи? Все эти и другие вопросы – предмет откровенного диалога в студии программы «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Самая главная наша цель – это перезагрузить работу этого общественного объединения. Это, по сути дела, молодежная крыла партии. Его отличает то, что там собрались ребята. Ну, действительно, немного их и не может быть много, потому что, во-первых, общество наше политичное, во-вторых, политика – это, может быть, подавляющая часть общества и неинтересно. Хотя сейчас мы видим, мы наблюдаем в Беларуси всплеск интереса к той или иной части политических идеологий. Поэтому наша задача здесь – зарядить ребят на работу, на такую хорошую белорусскую политику. А белорусская политика отличается тем, что у нас правят не деньги и корыстные интересы кого-либо, бы то ни было, а интересы людей. И политика должна быть справедлива. Главная наша есть молодежная организация – Белорусский республиканский союз молодежи. Мы ни в коем разе здесь с ними не конкурируем. А дополняем их и даем немножко больше возможностей заниматься уже более практической политикой, потому что, по сути дела, мы являемся молодежным кругом партии, нежели, к примеру, другие молодежные организации. Что делает общественное объединение Лига коммунистической молодежи? Очень немногое. Пока что эта организация новая, но за свою небольшую историю уже проведено множество различных открытых диалогов. Получается вот это вот обучение молодежи. Мы не просто живем, мы можем развиваться, мы можем, как молодежь говорит, да, кайфовать от этой жизни, развиваться, учиться, гулять вот по таким замечательным паркам, как в городе Гомеле, и наслаждаться этой жизнью. Ну, конечно, приносить пользу нашей стране, чем мы сейчас, я уверен, и занимаемся. Гомель славится своей историей. Дворец Румянцевых и Паскевичей, жемчужина Полесья, памятник архитектуры 18-19 веков, главная достопримечательность города над Сожем. Знакомство с ним – часть насыщенной двухдневной программы. Музейный комплекс в юго-восточном регионе Беларуси – обладатель престижных наград и званий. Среди них – гран-при национального форума «Музей Беларуси» и специальная премия президента за духовное возрождение. Беларусов нельзя упрекнуть в том, что они не чтят свою историю. Как раз наоборот, мы трепетно храним культурное наследие, дошедшее до нас сквозь века. И это тоже государственная политика страны, которую горячо поддерживает общественное объединение Лига коммунистической молодежи. Новейшая история показывает, что наши молодые люди неравнодушны. Они хорошо учатся. Они пытаются найти свое место в жизни. Трудоустроятся, активно работают в сетях. Но этого мало. Надо еще любить родину, любить свой родный кут, как мы говорим, для того, чтобы действительно сделать нашу красивую, любимую Беларусь процветающим краем. Этим всем надо дорожить. Это все надо защищать и приумножать. Возложение цветов к памятнику вождю революции, дань памяти и уважения советскому прошлому, принципы народовластия, социального равенства и справедливости проповедовал вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Мы помним, кто сыграл решающую роль в том, чтобы на карте мира появилась Белорусская Советская Социалистическая Республика. Спустя время БССР эволюционировала в суверенную и независимую Республику Беларусь. Но как тогда, так и сейчас. Вызовов времени меньше не становится. Десятилетиями западные государства пытались выжечь каленым железом из наших голов светлую память об этом человеке. В первую очередь выжить из нашей молодежи, для того, чтобы обратить ее обратно вспять, превратить наше государство в нищий, разрушенный клочок земли в центре Европы. Во многих странах им это удалось сделать. У нас нет. Мы поступательно развиваемся, движемся вперед, достигаем своих целей, где-то ошибаемся, где-то спотыкаемся и снова встаем и идем вперед. Без прошлого нет будущего. Вот почему ЛКМ формирует мировоззрение, основанное на социалистических, патриотических, духовно-нравственных ценностях белорусов. Спустя время эти инициативные парни и девушки станут политической элитой страны и будут писать ее историю. Они гордо переняли эстафету дедов и прадедов и с достоинством несут звание коммунист. И так будет всегда.